Начинать сегодня приходится с темы, которая уже становится будничной для Украины. Очередной взрыв в Киеве, очередные жертвы и очередная констатация, что преступники и на этот раз могут уйти от наказания. По крайней мере, если вслушаться в заявления политиков, то складывается впечатление, что общество готовят к тому, что честных и при этом официальных ответов на вопросы о трагедии может и не быть. Впрочем, медиа для того и существует, чтобы находить ответы тогда, когда политикам это невыгодно и сегодня займемся как раз этим. Пока что в центре всеобщего внимания, конечно, главный политический пострадавший, депутат-радикал Игорь Масичук. СМИ регулярно передают сводки о его самочувствии. Друзья политики отчитываются о том, как он освоился в новой больнице. Накануне Нардепа перевели из частной клиники в Киевский институт Шалимова. Да и сам пострадавший политик находит себе силы даже для поста в Фейсбуке. Несмотря на то, что сам же в них и сообщает, что врачи еще не успели удалить все осколки из тела, а боли часто становятся невыносимыми. Умудрялся Масичук постить даже из реанимации. В общем, как минимум, вот такая сетевая активность депутата позволяет сказать, что из всех жертв взрыва именно Масичук пострадал-то меньше всего. Более тяжелое состояние других пострадавших. Политолога Виталия Абалы и Надежды Тарасенко, еще одной жертвой теракта женщины, которая просто проходила мимо. Погибшего охранника Игоря Масичука Руслана Кушнира сегодня похоронили в Виннице. Но меньше всего сведений о личности второго погибшего. Бомба взорвалась как раз в тот момент, когда Михаил Мормиль, подполковник полиции, оказался в максимальной зоне поражения. Эксперты уже предполагают, что именно этот человек как раз и мог быть настоящей целью убийств. Итак, что известно о тех пострадавших, которых Игорь Масичук фактически затмил своей политической известностью? Давайте разбираться. Начнем с материала Александра Васильченко. Несмотря на нестерпимую боль, он нашел в себе силы встретиться с журналистами. Сегодня днем Игорь Масичук, сидя в коляске, дал брифинг в фойе института Шалимова, куда нардепа вчера перевезли из частной клиники. Но при этом Масичук довольно активен в фейсбуке. Он регулярно сообщает о своем самочувствии и выдвигает версии произошедшего. Словом, делает все для своего политического пиара. Единственное, что скажу, как и сказал раньше, это замок на меня, замок на нашу партию радикальную, замок на нашего лидера, замок на каждого украинца. Гораздо серьезнее состояние двух других пострадавших от взрыва. Политолог Виталий Бала сейчас находится в 17-й больнице. У него сильно повреждены внутренние органы. Информация о его состоянии крайне скупа, так как родственники запретили врачам говорить на эту тему. Известно лишь, что после операции он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Еще одна жертва взрыва – Надежда Тарасенко. В тот вечер женщина шла к себе домой. Только сегодня Надежда пришла в состояние после операции. Но она ничего не помнит о случившемся. У нее черепно-мозговая травма. Об этом сообщила дочь пострадавшей на своей странице в фейсбуке. А еще родственники просят денег. Ведь впереди еще одна операция – долгое лечение и реабилитация. А погибшего охранника Масичука Руслана Кушнюра сегодня похоронил в Виньской области. У него на родине. У Руслана осталась беременная жена и четырехлетняя дочка. Взрыв, в результате которого погибли два человека и трое получили ранения, прогремел вечером 25 октября на улице Мицкевича, возле телеканала «Эспрессо», который находится в жилом доме. Взрывчатка сдетонировала в тот момент, когда Игорь Масичук с охранником Русланом Кушнером и политологом Виталием Балой выходили из студии. Взрыв был очень большой, огромный, было такое пламя просто. Тем более я смотрю, что по факту повреждения даже по дому, так их покоцать, но это просто не реально. Взрывчатка была прикреплена к мотороллеру, припаркованному рядом. По версии взрывотехников, бомба была самодельная, смонтированная на базе автомобильной сигнализации. Заряд составил около полкилограмма тротила. Сперва случившееся квалифицировали как умышленное убийство. Потом взрыв назвали терактом и передали в компетенцию СБУ. Сейчас правоохранители рассматривают несколько версий. Первая версия – это замок на убийство Масильчука, которое было организовано спецслужбами Российской Федерации. Вторая версия – это политическая деятельность пана Масильчука, его гражданская позиция внутри нашей страны. И третья версия – замок на убийство Масильчука на особистом грунте. Но мы не откидываем и другие версии. Там еще был и политолог Бала. Мы тоже не можем не рассматривать эту версию. Тем временем несколько независимых криминалистов выдвинули свою версию произошедшего. Они не исключают, что это заказное убийство. Но объектом взрыва был не нардеп, а первый погибший – 36-летний Михаил Мормель. Именно он шел по направлению к взрывчатке, в то время как Масильчук и Бала направлялись в другую сторону. Как выяснилось, мужчина жил в доме, где находится телеканал. Мормель был подполковником МВД в отставке. В 2015 году он уволился по состоянию здоровья. Его друзья сообщили, он судился с Министерством внутренних дел и волновался за свою жизнь. Александр Васильченко, Лина Зеленская, Иван Матриченко, Вячеслав Фролов. Подробности – телеканал «Интер».